Здарова, дорогой, спасибо тебе за 33 тысячи, ты красавчик, дай бог тебе здоровья, понимание с близкими, полные карманы биткоинов и все, что ты загадал, чтобы обязательно у тебя сбылось. Смотри, я задал тебе в своем телеграме вопросик, там было, да, какой ты хочешь видос за 33 тысячи, чтобы я тебя отблагодарил. 52% выбрали, что хотят понимания ситуации с видеокартами на начало ноября, да? Ну, чтобы я, как я это вижу, да, поделился этой мыслью. Ну, а также я тебе скажу, что невозможно это понимание без отчета по профиту на фермах на начало ноября, поэтому эти два видоса будут вместе. Ты готов? Погнали! С чего я хочу начать? Я хочу начать с профита, который был, да, почему видюхи так дорого стоили, чтобы у тебя было правильное понимание. Вот, смотри, вот тут график по вытутам ежедневным на пуле, да, на котором я маню именно на фермах. Каждый день давал 0,5 кефира, 0,5 кефира, 0,7 кефира, 0,5 кефира, 0,5 кефира и так далее. Почему это происходило? Происходило это из-за того, что дефисектор сходил с ума и нам прилетали сумасшедшие награды, там по 6, по 10 кефиров и так далее, да, местами даже по 500 и по несколько тысяч даже мы видели, тоже прилетал. Такой момент был. Вот, это было все очень выгодно. Что происходит сейчас? Да, перед этим скажу, смотри, мы с тобой зафиксировали на 2 сентября профит 20 ферм в 1 биткоин. Вот он, этот момент на средней скорости 3,7 гигахэша. Что происходит сейчас? Я тебе расскажу после того, как пару слов о спонсоре мы с тобой скажем. О спонсоре сегодняшнего ролика это пул ЕМЦД. На ЕМЦД ты можешь зайти, помайнить любые основные монеты, хочешь биткоин, хочешь файткоин, хочешь эфириум, эфириум классик и так далее. Смотри, вот мой личный кабинет, я тут иногда майню и за все время я наманил 0,57 битка. Что удобно на пуле, что мне нравится, это калькулятор. Ты просто вбиваешь сюда мощность, он тебе пишет, сколько с этой мощностью будет в день, приблизительно ориентировочно, да, если не будет форс-мажор, как правило, так и получается. В долларах, в рублях и, соответственно, в самом битке. Вот, если у тебя есть какие-то вопросы по работе пула, значит в телеграме заходишь в ЕМЦД и тут огромнейшее у них майнерское общество, 2150 человек. Задаешь вопросы, тебе обязательно ответят. Спасибо пулу ЕМЦД, а мы продолжаем. Так вот, что же повлияло на профит? Конечно же, это цена на кефир, да, она подтянула сложность. Конечно же, это выход новинок от RTX, да, который майнит там по 100 с копейками мегахеш, а 3090, если она не тротлит, сейчас тротлит. Если тебе интересно, как победить тротлинг, я уже, в принципе, знаю, как это сделать. Давайте еще лайки соберем, мы с тобой, я тебе покажу, как его победить. Но есть нюансы. Нюансы в том, что она должна майнить сейчас по 20, она майнит 101, видишь, да, вот график ее, того, как она майнит. Так, тут я тебе рассказал, но что касаемо сложности, давай с тобой разберемся. Вот она сложность 3,4, а на момент сентября было 3,153. То есть сложность-то, в принципе, выросла всего лишь на 5%. Это не могло повлиять таким образом, чтобы профит, который был у нас с тобой, где вот тут, в один биткоин, да, превратился в 0,21 биткоин. То есть все упало в 5 раз, ты видишь, да. Что повлияло? Мы с тобой разобрали, что это ни видеокарты, ни сложность, ни, соответственно, цена на кефир. Потому что цена кефир на кефир, в принципе, только выросла. Может быть, это произошло из-за DeFi. Давай с тобой перейдем на DeFi Pulse и посмотрим. За последние 90 дней мы видим, что интерес к DeFi не пропал, и он только растет. Если брать там годовой график или 90-дневный график или 30-дневный график, да. Спрос только растет. То есть люди не перестали DeFi пользоваться, а постоянно пользуются, заходят новые игроки, которые, ну, используют DeFi. Так почему это произошло? Как мне кажется, это мое мнение, я могу быть неправ, напиши в комментариях, поправь меня. Это введенные Виталиком Бутерином и ИПы. Эти ИПы что вытворили? Смотри. Эти ИПы порезали награду в блоках. Видишь, сейчас даже сложно найти какой-то блок, чтобы было больше трех кефиров. Даже 2,5 тяжело найти. То есть они приравняли нашу комиссию майнерскую. За счет чего профит у нас вот тут упал. И вот как раз таки на основании, поэтому видеокарты покупать вот сейчас категорически нельзя. Сейчас наилучший момент, чтобы их продавать. И наихудшая точка для покупки видеокарт. Вот как мне кажется. Потому что профит еще упал, а цены на видеокарты еще держатся. А люди также платят за розетку. Большие фермы, люди также платят за персонал. Ну и понимаешь, одно дело было платить это на вот этом профите. И совершенно другое дело платить на вот этом профите. То есть в принципе в майнинге все идет своим чередом. Взлетает, потом падает ниже плинтуса. Думаешь, плинтус, а там еще плинтус и так далее. То есть сейчас момент, наверное, оптимальный, чтобы продавать бушку, которая у тебя майнит, скажем, с 16-го, 17-го года. Какие-нибудь есть, 60, 570, 580 и так далее. Чтобы купить что-то новое. Что-то новое это что, 37, там 38 и так далее. То есть если сейчас удачно продать, потом можно вкусно купить. Но что делать, если вот душа прям требует и хочется что-то купить. Такое вот бывает. Многие мне в приват пишут, говорят, Серега, блин, я понимаю, что все дорого. Но я хочу зайти, мне не жалко там 150, 200, 300 или даже миллион рублей потратить. Но я, говорит, очень хорошо хочу в этой теме повариться. Вот как бы продолжение дальнейшего ролика для этих ребят. То есть ты понимаешь, мое мнение, что сейчас категорически ничего нельзя покупать. Но продолжение уже для тех, кто что-то все-таки хочет купить. Смотри, из новых видеокарт мне нравится 1660 супер. Объясню почему. Потому что относительно хайпа, эти видюхи не так сильно подорожали. Так, у меня здесь приставка супер стоит или не стоит. Давай посмотрим 1660. Супер, да. Относительно хайпа, ну вот же она супер. Эти видюхи не сильно подорожали. То есть до хайпа они стоили в районе 17 с копейками. А сейчас как бы 21. Да, они подорожали. Но если хочется зайти, на них можно зайти. Почему? Потому что они немного кушают, там от 60 до 70 ватт. И при этом неплохо манят. В зависимости от того, какая память. Там от 30 до 33 мегахеш. И получается очень хороший ватт на мегахеш. 5600 я бы не рекомендовал столь... И не рекомендовал бы, и рекомендовал бы. Не рекомендовал бы с той точки зрения, что они до хайпа стоили в районе 15-16 тысяч рублей. А после хайпа они от 25. Понимаешь? И в гору в зависимости от вендора. То есть если это Sapphire или Power Color какой-нибудь, то еще дороже. Понимаешь мысль? Или MSI. Да? Ну, топовое решение. С этой точки зрения не рекомендовал. А рекомендовал бы с точки зрения ватт на мегахеш, то рекомендовал бы. Почему? Потому что даже при этой цене они смотрятся не хуже, чем те же 1660 Super. Почему? Потому что 95 ватт на мегахеш. Кучу роликов у меня на ютубе это подтверждающих. За 42, 43, 44 мегахеша. И это еще с не совсем активизированными таймингами под эти видеокарты. Поэтому с одной точки зрения я бы тебе их не рекомендовал. Но с другой точки зрения, как бы, если ты любишь позаморачиваться с видюхами, то почему бы нету контента уже на ютубе на эту тему хватает. Брать RX 5700 только с точки зрения новые. Да, они сейчас в районе 40 тысяч. Я даже не хочу открывать, смотреть. Ну, 37, 40. В зависимости от того, какая версия. Если это не XT, то 37. Если это XT, 40, 42. И если это крутой бренд. Типа Sapphire мы с тобой недавно смотрели. В районе 45 и больше. Я бы тебе не рекомендовал, потому что разница получается 13-14 мегахеша, а переплачиваешь ты чуть ли не в два раза. Процентов 50-60. Но, опять же, с точки зрения того, что у них 8 гигов, они могут, 8 гигов на борту, они могут копать более какие-то модные монеты, типа Cortex и так далее. Которые не могут копать 6-ти гиговые монеты. Вот с этой точки зрения, если ты любишь по шлаку как бы бегать, ну, может быть, там уже с этой точки зрения 5-700 не лучшие будут карты. А там уже рассматривать какие-то видюхи типа 30-80, потому что в этом плане они их будут давать больше на том же Cortex в разы, чем 5-700. Но и они стоят, то есть их надо вылавливать, чтобы такие видюхи брать, понимаешь, 38-30-90. Их надо вылавливать. Что имеется в виду? То есть сидеть в ДНСе, сидеть там в каком-нибудь озоне, нажимать каждые 5 минут Ctrl F5. Либо есть другой вариант, где ты немеренно переплачиваешь, заходишь на Авито и перекупу переплачиваешь, который нажимал Ctrl F5. Там от 15 до 20 тысяч рублей за эту карту. Но если у тебя получилось купить по рыночной цене, а рыночная это до перекупа в районе от 75 до 85, в зависимости от вендора, в зависимости от бренда. То ты имеешь право, в принципе, взять себе мощные видеокарты с запасом, чтобы, скажем, через 3-4 года не покупать. Потому что, ну, судя по всему, 38-30 пришли надолго, но в майнинге все не точно, сам понимаешь. А тем более я не могу знать, когда там, что Nvidia будет выпускать. Опять же, они же эти 38-30 хотят и на 20 гигов выпустить, понимаешь мысль? Вот это тоже такая мысль, которой еще надо помыслить, чтобы тебе что-то умное сказать. Так вот, где мы с тобой смотрели? Вот взять, скажем, 3 1660 Super, которые будут давать 90 мегахеш, и в то же самое время можно взять одну RTX 3080, которая будет давать 100 мегахеш за 235 ватт, условно, да? То есть потребление тоже мегахеша больше, и, в принципе, доплата получается относительно небольшая. Но, опять же, это вот если тебе прям конкретно хочется, или у тебя есть какая-то мощность, как у меня, да? Например, там 4 гигахеша, у меня сейчас несколько видеокарт выключено, да? Я, ну, перепланировку делаю, короче, не важно, ты понял мысль. То есть я имею право так сделать, да? То есть я знаю, что я делаю, я добавляю мощность, я знаю, что с суммарной мощности все равно там я ее отобью, хоть уже у нас не кайп, в принципе, а дамп начался, понимаешь? А если ты заходишь, тем более на кредитные деньги, кредитные деньги категорически сейчас наихудший момент заходить в кредит в маннику. Вот что вот хуже момента не придумаешь, потому что профит упал, да? А видюхи еще стоят дорого. То есть сейчас видюхи должны догнать этот профит по деньгам, в принципе, момент времени. Есть еще альтернативный вариант, это купить какие-то булушки, да? Что из булушков брать? Блин, ну вот видишь, ребята грамотные, сейчас булушки продают за сумасшедшие деньги. То есть если мы берем 1060 на 6, 12500, там 11800 геймерам, наверное, пытают ссувать, майнет, скорее всего, не купят. Вот. Это не оптимальный вариант покупать такую булушку. Почему? Потому что майнет она в зависимости от памяти от 23 до 25 мегахэш, при этом потребляет там, блин, не помню, в районе 70 ватт. Кстати, стыдно, что не помню, потому что у меня такие криклы много. И по 12500, и по 11 я тоже готов их продать с удовольствием. Почему? Потому что лучше за эти деньги купить какую-нибудь 5500, которая уже немножко упала в цене, а лучше вообще ничего не покупать, подождать, да? Потом за эти деньги можно будет 5600 купить или что-то помощнее. Вот. Так вот. И у тебя здесь будет 3 года гарантии, раз, и карта будет новая, два, и в-третьих, здесь еще не оптимизированы тайминги, понимаешь, да? То есть, либо ты берешь видюху, которую уже 3-4 года там отмайнило, в прямом смысле слова, потому что я на этих видюхах майнил еще в 2017 году, а народ майнил до меня, до того, как я зашел в майник, да? Либо ты возьмешь за эти деньги новую себе видеокарту. Выбор очевиден, понимаешь, мысль, да? Что касаемо 570-580 видеокарт. Братан, опять же, надо, мне кажется, ждать, потому что их уже там покупать по 16 тысяч за новые не имеет никакого смысла, потому что они будут догонять по профиту видеокарты по-любому. Поэтому покупать их, скажем, за 10-12, блин, ну то же самое ситуация, получается, что и с теми картами лучше немножко добавить и взять тогда уже новых или этих, или 5-600 XT. Что касаемо меня, какие видюхи буду покупать себе я? Я вообще, если бы не мой YouTube канал, да, я бы вообще сейчас ничего бы не покупал. Я бы просто продавал бы буушки, вот так вот, да, но у меня времени нет этим заниматься, там, скажем, по 12,5 тысяч рублей. И просто сидел бы, ждал, может быть, новинок и ждал бы, когда упадут цены, да? Что касаемо меня. Но так как у меня есть YouTube канал, то я обязан, как говорится, тебя отблагодарить и заснять для тебя наилучшие видосы по новинкам. Это что будет? Это будет 37. С 29-го числа выходит, у меня 29-го они будут. Но сниму я, наверное, не 29-го. Слушай, ты прикинь, что творит, да? Не дает заснять. Скорая помощь едет. Вот тебе коронавирус гребный. Все, проехал вроде. Мысль сбила мне, блин. 29-го они у меня будут, но сниму я, наверное, не 29-го, а сниму я где-то 30-го, 31-го, скорее всего. Почему? Потому что я не люблю снимать на скорую руку. Я люблю потестировать видюху, после чего уже какие-то мысли свои на эту видюху кинуть, да? Понимаешь? Поэтому видос, скорее всего, у меня будет 30-31-го. И, скорее всего, я буду покупать, опять же, новинки. Это 6-ти тысячная серия от AMD, обязательно. У них релиз получается 28-го октября. Но приедут они в Москву, я не знаю когда, 30-70. Я уже знаю, что лежит, но их просто запрещено пока что продавать. Вот, ребята, как я слышал. А вот эти вот должны будут завести, и вот тут очень интересно, сколько они будут майнить. И вот эти ребята, точно так же, как и профит, повлияют на предыдущие линейки. То есть, 400-е, 500-е, 5000-е, 5500-е, 5600-е, 5700-е, 1660-е, супер. Вот из-за этих ребят, скорее всего, будут падать в цене. Почему я так думаю? Потому что они, скорее всего, майнить будут больше, при этом кушать будут меньше. Но при этом, как бы, важнейший вопрос, сколько они будут стоить. Вот, что еще сюда добавить? В принципе, я все сказал. Если подытожить двумя словами, брат, то все упало, наверное, в 4 раза. Вот так, в 4,5 и в 5 раз, да, по сравнению с сентябрем месяцем. И, наверное, покупать сейчас лучше ничего не надо. Это мое мнение. Мне интересно твое мнение, что ты думаешь. Напиши обязательно в комментариях, чтобы люди не думали, что соленая это единственная правильная инстанция. Поэтому напиши, пожалуйста, поделись своим мнением. Слушай, ну сигналит и сигналит. Какой-то день сегодня там пробка за окном. Вот. А у меня на сегодня все. Подписывай обязательно в инстаграм, телеграм, на ютуб, в твиттер. Я всегда и везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...